Приехали в Киров, чтобы сыграть музыку Баха. Больше 150 начинающих музыкантов из Кирова, районов области и соседних республик Удмурти, Башкирии и Коми исполнили сегодня произведение композитора с мировым именем. Чему был посвящен такой фестиваль и как музыка Баха дается тем, кто только недавно научились читать и писать? Сюжет Екатерины Зубаревой. Несмотря на свой юный возраст, Саша Барияхтар уже твердо решил, свою жизнь свяжет с музыкой. Сегодня в его исполнении прозвучала маленькая прелюдия до минор Иоганна Себастьяна Баха. Именно с этого произведения началось знакомство Саши с великим немецким композитором. Знаю, что он жил где-то в 15 веке. Это очень давно. Его сейчас нет. Ну вот. На протяжении двух дней участники фестиваля искусств, а их больше 150 человек, будут исполнять музыку Баха, а также его сыновей. Кстати, этот фестиваль посвящен второму из пяти сыновей великого композитора Филиппу Эммануилу. В этом году исполнится 300 лет со дня его рождения. Выступление участников фестиваля, а это учащиеся детских музыкальных школ города и области, студенты колледжа искусств, а также профессиональные музыканты, будет оценивать жюри, чтобы позже выявить самых ярких исполнителей. Интерес классической музыки не ослабевает, что, конечно, очень важно в воспитании подрастающего поколения, для того, чтобы мы воспитали высоконравственного гражданина в нашей России. 29 марта в Кировском зале органной и камерной музыки состоится итоговый концерт, где прозвучат лучшие номера фестиваля. Там же победители и участников наградят благодарственными письмами и дипломами лауреатов. Екатерина Зубарева, Алексей Стахиев, Бюро новостей Дайвича.